Девушки отдыхают На горную поляну выскочили две автомашины. Из джипа вышел мужчина невысокого роста в защитной форме. Установил на капоте дипломат, из которого извлек спутниковый телефон. Через некоторое время он связался по нему со своим абонентом. Прошло еще несколько минут, и в небе раздался гул самолетов, а затем оглушительный взрыв прилетевшей ракеты, которая точно поразила цель. Дежурная пара наведена была в заданный район. Выполнился захват ракеты, и был просто произведен пуск. Так были уничтожены президент непризнанной республики Ичкерия Джохар Дудаев и трое его охранников. Некоторые подробности подготовки этой операции до сих пор хранятся в строжайшем секрете. Но достоверно известно, что смертельный удар нанесли уникальные фронтовые бомбардировщики Су-24. Сегодня на смену этим самолетам авиаконструкторы приготовили более мощные машины. Новейший истребитель-бомбардировщик ОКБ Сухого, по мнению специалистов, опередил свое время. Единственный в мире, он способен в любых метеоусловиях вести воздушный бой и одновременно уничтожать цели противника на земле. На заре 60-х, в эпоху повальной ракетизации, в Советском Союзе многие авиационные КБ перешли на создание самолетов-снарядов. Выдающийся конструктор Павел Сухой в ответ на подобное предложение произнес, «Я не собираюсь переквалифицироваться в управдомы». Мудрость Павла Осиповича можно оценить лишь в наши дни. Именно самолеты его фирмы сегодня составляют основу боевой мощи и гордости российских ВВС. Утиная охота 24 октября 1960 года. Космодром Байконур. На стартовой площадке, где готовилась к запуску опытная ракета Р-16, произошла катастрофа. Из-за самопроизвольного срабатывания маршевого двигателя загорелось топливо. Пожар унес жизни 92-х человек. Погиб и председатель Госкомиссии, главнокомандующий ракетными войсками маршал Митрофан Неделин. Это трагическое известие буквально потрясло главу советского государства Никиту Хрущева. Неудачи ракетной программы напрямую касались безопасности государства. Совершенно секретно. 27 января 1961 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Комитет начальников штабов вооруженных сил США разработал план ядерной войны против Советского Союза и его союзников СИОП. По расчетам американских военных экспертов, в результате ракетных ударов должны погибнуть 525 миллионов человек. Председатель КГБ при Совете Министров СССР Алексей Шелепин. В том же году новый президент США Джон Кеннеди утвердил национальную стратегию гибкого реагирования. Она предусматривала окружение территории Советского Союза сетью ядерных ракетных баз. Более ста баллистических ракет Юпитер и Торг с подлетным временем до Москвы 20 минут были размещены в Италии и Турции. Действия американских властей повлияли на решение главы СССР Никиты Грущева сделать ставку на ракеты. Это был период технической политики, основанный на решении задач обороноспособности страны с помощью ракетной техники, скажем так. То есть в принципе все самолеты были, так сказать, загнаны в подполье. ВВС ликвидировали штурмовую авиацию. КБ Лавочкина передали в Министерство общего машиностроения, занимавшееся баллистическими ракетами. КБ Мясищева подчинили Челомею, строившему ракеты. А самого конструктора назначили начальником ЦАГИ. На ракетную тематику были переориентированы и другие авиационные КБ. Ракетная доктрина, которая отбросила нашу авиацию на несколько лет назад. Павел Сухой принципиально противился партийной установке на создание исключительно ракет. Повод для строительства самолетов он нашел довольно скоро. В 61-м году на вооружение ВВС поступил его новый истребитель-бомбардировщик Су-7Б. В постановлении правительства предусматривалась дальнейшая модернизация машины, которая обеспечивала бы ее круглосуточное и всепогодное применение. Воспользовавшись этим, Павел Сухой тут же начал разработку нового фронтового самолета, который поддержало командование ВВС. Это был большой риск. Ведь еще свежи были события конца 40-х годов. Тогда под видом сокращения расходов на реактивную авиацию КБ Сухого закрывалось на долгих 4 года. В 1961 году в КБ Сухого начались работы над новым фронтовым самолетом. Но неожиданно выяснилось, что перспективный радиолокатор «Орион» имел слишком большие размеры. Маленький носовой конус машины Су-7 для него не подходил. Нужен совершенно новый фюзеляж, подобный серийному перехватчику Су-15. И тогда Павел Сухой засекретил создание истребителя-бомбардировщика под его модернизацию. Не случайно поначалу машина получила трапециевидные крылья. Главным ее конструктором был назначен Евгений Фельснер. Его путь в авиацию начался в конце 20-х годов весьма необычно. Он кончил техником путей сообщения. Он помощником машиниста работал. А дальше уже у него пошли ступеньки. Стремительно набиравшая силу советская авиация увлекла юношу. Евгений Фельснер пришел в конструкторскую группу Павла Сухого. Это человек, который работал с Павловичем с 33-го года. Естественно, что это его ближайший, так сказать, соратник был, сподвижник был, единомышленник был. Представители требящихся Москвы собрались в колонном зале Дома Союзов, нанизанных солидарности с кубинским народом. Руки прочь от Кубы! Мы с вами герои Кубы! В 62-м году, в разгар Карибского кризиса, из США пришло донесение советской разведки, не на шутку обеспокоившее руководство советских БВС. Совершенно секретно. 25 ноября 1962 года. Москва. Председателю комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР Дмитрию Устинову. Американская фирма General Dynamics проектирует многоцелевой ударный самолет F-111. В двухместной кабине летчики размещаются рядом друг с другом. Машина будет иметь укороченный взлет и посадку и возможность выполнять автоматический полет на предельно малых высотах. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Иван Сыров. Осознавая, что в случае начала боевых действий в Европе советской авиации будет нечего противопоставить противнику, военно-промышленная комиссия при Совете Министров СССР тут же выдала КБ Супова повышенные требования к будущему истребителю-бомбардировщику. Он должен быть способен базироваться на полуразрушенных, бетонированных и коротких грунтовых аэродромах, поэтому длина его разбега и бега не должна превышать 400 метров. ПВО противника самолету предписали преодолевать на сверхзвуковой скорости на малой высоте в течение пяти минут. Для достижения таких параметров Евгений Фельснер решил установить на самолете четыре вертикально подъемных и два маршевых двигателя. Это самолет с подъемными двигателями и с маршевыми подъемными двигателями, которые решали задачу укороченной дистанции взлета и посадки. В октябре 64-го Никита Хрущев был отправлен на пенсию. Новым главой государства стал Леонид Брежнев, взявший курс на восстановление равной роли всех видов вооруженных сил в обороне страны. Работы по созданию нового истребителя-бомбардировщика ВОКБ Сухова получили официальный статус. 21 августа 65-го года было принято долгожданное постановление ЦК КПСССО «Мина», определявшее сроки создания перспективного самолета. Он впервые был назван штурмовиком с открытым наименованием Т-6. Для ВВС принципиально новая машина получила секретное обозначение Су-24. Многие конструкторские решения при проектировании 24-ки отличались словом «впервые». Павел Сухой I из советских конструкторов предложил разместить членов экипажа рядом, как на американском НОК-111. Однако возникла опасность того, что при катапультировании одного из летчиков пламя катапульты нанесет вред второму. Для защиты летчиков между ними была установлена подвижная титановая перегородка. На испытаниях в креслах кабины разместили двух Иван Ивановичей. Так авиаторы называют манекены с датчиками температуры и давления. Кроме того, манекены были покрыты воском. Сначала катапультирования проводились перегородкой, а затем без них. Результаты испытаний превзошли все ожидания. Даже воск на манекенах не расплавился. А значит, в неудобной и громоздкой перегородке не было необходимости. 2 июля 1967-го ведущий летчик-испытатель ОКБ Сухого Владимир Ильюшин выполнил на опытном самолете первый полет. Но уже во время второго полета произошла авария, и машина получила повреждения. Была выявлена сильная боковая раскачка самолета, связанная с избыточной поперечной устойчивостью. Включение вертикально-подъемных двигателей резко изменяло и балансировку самолета около земли. Это делало его посадку очень сложной, как говорили летчики-испытатели, на грани циркового номера. Кроме того, резко возрастал расход топлива, и машина не могла показать требуемой дальности полета. В итоге Евгений Фельснер отказался от комбинированной силовой установки и оставил только два маршевых двигателя. Мы снимаем подъемные двигатели, зато мы приобретаем большие объемы. Грубо говоря, на их место поставили топливные баки. В июле 1967-го во Франции открылся международный авиасалон для буржет. Для участия в выставке Павел Сухой командировал своего заместителя Олега Самойловича. На стенде фирмы Месье он получил информацию об оригинальной стойке шасси, впоследствии примененной на англо-французском ударном самолете Ягуар. Она обеспечивала равномерное нагружение колес и позволяла уложить их в строго отведенное при компоновке место. Позже эту идею с успехом реализовали и на Су-24. Но подлинной звездой салона, по признанию специалистов, стал американский истребитель-бомбардировщик F-111. Офицеров военной полиции, охранявших американский F-111 для буржет, насторожило поведение одного из туристов. Уж больно профессионально тот фотографировал в течение четырех дней секретную военную машину. На всякий случай сотрудники Американской службы безопасности решили снять его для своей картотеки. Но, увидев фотоаппарат, турист скрылся в толпе. В результате этого происшествия в руках ЦРУ оказалось фото советского авиаконструктора Олега Самойловича. В свою очередь УКБ Сухого стало обладателем более сотни снимков, которые подтвердили правильность пути, выбранного при создании Су-24. Десять лет назад здесь была пустыня. А теперь город химиков Наваи известен далеко за пределами Узбекистана. У мощного месторождения природного газа поднялись установки химического комбината. Отлично трудятся химики Наваи в эти предъюбилейные дни. И среди них лучшие. Рауф Сулпатов и Камил Шарапов. В СССР готовились к грандиозным торжествам по поводу 50-летия Октябрьской революции. Для руководства страны во главе с Леонидом Брежневым в Домодедово было решено организовать масштабный воздушный парад. Успех американских конструкторов с самолетом F-111 вынудил министра авиационной промышленности Петра Дементьева принять решение о показе опытной машины КБ Сухова. Но случилось непредвиденное. Я должен был участвовать в параде и готовился к этому. Но на втором полете у меня сорвало фонарь. Мой фонарь с моей стороны. Еще он улетел неизвестно куда. Ну, правда, установили машину статической. Правый фонарь штурманский заделали наглухо. Но руководители парада решили машину не допускать. Учитывая, что сценарий парада уже был утвержден в ЦК КПСС, Павел Сухой отважился на рискованный шаг. За новый штурмовик выдали действующий перехватчик. Было принято хитрое решение. Взяли машину Т-58, Су-15-ю. Покрасили ее в черный цвет. И на максимальной скорости и минимально возможной высоте она пролетела. Или уж он ее провел. Ну, в общем-то, вызвало шок. Ну, безусловно, никто, в общем-то, толком и не понял, конечно, из руководителей Бангартии, тех гостей, которые были, что это за самолет вообще-то. Но, по крайней мере, он произвел впечатление и на наших представителей, скажем так, и на тех иностранцев, которые присутствовали там. Тем не менее, достичь необходимых характеристик на опытном Су-24 по-прежнему не удавалось. Вскоре из Северного Вьетнама, где шла война с США, была получена важная информация. Совершенно секретно. 30 марта 1968 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. В районе Ханоя огнем ЗРК Двина сбит новейший американский истребитель-бомбардировщик F-111А. Фюзеляж в удовлетворительном состоянии. Прошу решить вопрос с отправкой его в СССР. Старшей группой советских военных специалистов в Демократической Республике Вьетнам генерал-лейтенант Владимир Абрамов. При скрупулезном исследовании обломков советским военным экспертам удалось получить уникальные данные об американских боевых машинах, летавших с двумя скоростями звука. Советской авиации срочно нужен был маневренный ударный самолет. В августе 1968-го на стол Павла Сухого легло постановление правительства СССР, предписывавшее доработать экспериментальный Су-24. Последним писком авиационной моды в 60-е годы было крыло с изменяемой стреловидностью. Оно позволяло сверхзвуковым машинам достигать максимальной скорости в полете. Первыми эту идею в конце 50-х годов реализовали американцы. А в Советском Союзе пионерами крыла изменяемой геометрией стало КБ Сухого. На Су-24 оно позволило увеличить скорость полета на малой высоте почти в полтора раза. Впервые в истории отечественного самолетостроения на 24-ке были установлены и поворотные пилоны для подвесного вооружения. При изменении положения крыла они давали возможность развернуть оружие по потоку воздуха. Опыт арабо-израильских войн конца 60-х, в которых на стороне Египта и Сирии приняла участие советская авиация, заставил главный штаб ВВС значительно расширить состав вооружения Су-24. Это повлекло за собой размещение дополнительного оборудования и увеличило вес самолета. В результате он стал способен нести 30 типов различных бомб и ракет. Для управления этой массой вооружений штурман использовал 160 кнопок и переключателей. Работать в таких условиях экипажу было крайне трудно. Когда максимальный взлетный вес 24-ки достиг почти 40 тонн, главный конструктор Евгений Фельслер был вынужден строго ограничить установку новой аппаратуры. В итоге ему удалось сохранить предельный взлетный вес машины. Но испытания Су-24 затягивались. Из-за неотработанной компоновки самолета часто происходили аварии. Вдруг самолет начинает невероятной скоростью вращаться. При этом сразу происходит возгорание, о чем я узнаю только по сигнализации пожар. На самолете тут же отказало электропитание, заклинило ручку управления. Времени на раздумья не оставалось, и командир экипажа принял решение экстренно катапультироваться. Мой второй пилот сразу не вспомнил о том, что в этой ситуации надо сначала фонарь сбрасывать. Я вынужден был хоть и командиром катапультироваться первым. Жизни пилотам спасли новейшие кресла Ка-36 конструктора Гая Северина, позволяющие катапультироваться с минимальных высот и даже с земли. Тем не менее, при испытаниях Су-24 было потеряно 10 самолетов, погибли 13 членов экипажа. 8 летчиков благополучно катапультировались. Столь драматическими не были испытаний ни одной машины КБ. Но именно эти обстоятельства позволят создать один из самых надежных самолетов, добившихся признания у летного состава. Дома я никогда не говорил о работе. Жена... Ну, хотя зачем? Не надо никогда... Не нужно. Этого не нужно. У нее была своя работа, у меня своя. Конечно, она переживала. Она в 30 лет стала седой. Почему? Да потому что... Я не помню месяца, когда бы не проходили поменьше. Павел Сухой тяжело переживал каждую потерю и предпринимал решительные шаги по оптимизации конструкторской деятельности. В 1970 году КБ совместно с Академией наук впервые в стране начало создавать уникальную систему автоматизированного проектирования маневренных самолетов. В вычислительном центре во всю стену разместили гигантский экран. На нем при помощи телевизионных систем отображался истребитель и его узлы. Перед алфавитно-цифровыми дисплеями начальники отделов обсуждали и вносили изменения в фюзеляж. Окончательные решения принимал главный конструктор проекта. Через 11 лет автоматизированная система была принята госкомиссией и отмечена премией Совета министров. В начале 70-х на помощь КБ Сухого пришли и специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем. Они создали стенд полунатурного моделирования работы бортового радиоэлектронного оборудования. На нем проводилась его отработка и опережающие испытания. Если бы подобный объект появился в Диснейленде, то все остальные аттракционы просто бы прогорели. Представьте себе управлять современным боевым самолетом и видеть все происходящее вокруг себя на огромном полусферическом экране, как в настоящем кинотеатре. Но моделирующий стенд создан не для развлечения, а для отработки пилотажных и боевых возможностей летательных аппаратов. Здесь можно смоделировать практически любую ситуацию. От учебно-тренировочного полета по кругу до воздушного боя с превосходящими силами противника. Это не дешевое удовольствие, но реальные испытания обходятся гораздо дороже. Только один пуск ракеты стоит сотни тысяч рублей. Кроме того, моделирующий стенд великодушно предоставляет летчику право на ошибку. Неправильный заход на посадку и летное происшествие пресекается легким нажатием на кнопку «Рестарт». Принятые меры помогли решить ряд проблем Су-24, связанных с двигателями, нагрузками на крылья и закрылки, с управляемым оружием. 4 февраля 1975 года, по становлению ЦК КПСС и Совета Министров, самолет был принят на вооружение. Он стал первым всепогодным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком. Взрыв Несмотря на начало серийного производства «24-ки», ее доводка продолжалась еще несколько лет. Впервые в мире основу радиоэлектронного оборудования фронтового самолета составили новейшие бортовая цифровая вычислительная машина и прицельно-навигационная система «Пума», позже «Тигр». Они обеспечивали навигацию, обнаружение и точное поражение всех целей на дальностях от 10 до 120 километров, а также автоматический полет на любых скоростях и предельно низких высотах от 200 до 600 метров с огибанием рельефа местности. Испытания системы проходили в горах Чечни. Случались там и курьезно-драматические ситуации. Горы там безориентирные, то есть безлесные совершенно. То есть масштаба далеко-то или близко понять практически невозможно. Летчики Владимир Ильюшин и Николай Олферов выполняли автоматический полет в тесном ущелье. Из-за ошибки в работе системы навигации Су-24 вышел на критическую высоту, ниже 160 метров. Перед машиной неожиданно возникла горная круча. В кабине тут же завыла сигнализация, предупреждавшая экипаж о возможном столкновении. Огибая пик Ленина, ну, может быть, на градус полтора изменил курс. И попал, а ошибь... Я уже тогда задумался, как вылезать оттуда. Ну, решение быстро пришло. Я выпустил крыло и по спирали. Коля сказал, ой, ой, как вылезать будем. Коля, Коля, ну, своим. На своем наречии летном. Не пугайся, все будет нормально. Вылезли. О наличии у СССР нового фронтового самолета в США узнали только в 79-м году, когда первые Су-24 появились в группе советских войск в Германии. Его характеристики были настолько необычными, что эксперты НАТО ошиблись к классификации новой машины. Ее отнесли к классу истребителей и назвали «Фенсер», что означает «фехтовальщик». В принципе, официально самолет назывался истребитель-штурмовик в начале, а потом он уже был принят на вооружении как истребитель-бомбардировщик. То есть, вроде, немножко другого класса. С появлением Су-24 наша страна получила весомый гарант безопасности на случай агрессии со стороны любого противника. Фронтовой бомбардировщик с подвесными топливными баками был способен достигать цели не только в Европе, но даже в любой азиатской стране. Для уничтожения РЛС он вооружался двумя ракетами Х-28, в том числе с ядерными боевыми частями с дальностью пуска 140 км. По малоразмерным и площадным целям применялись 4 ракеты Х-23, наводящиеся штурманом вручную или с помощью теплопеленгатора «Таранту». Успешно бороться с истребителями позволяли шестиствольная пушка, две ракеты со всеракурсной тепловой головкой самонаведения Р-55 и блоки неуправляемых ракет. Специально для «24-ки» конструкторы предприятия «Базальт» разработали новое поколение свободно падающих авиабомб. Бомбовая нагрузка 8 тонн и его точностные характеристики высокие позволяют выполнять задачи, которые, в общем-то, сегодня не могут выполнить ни самолеты ударной, тактической авиации. 8 ноября 1975 года произошло чрезвычайное происшествие на Балтийском флоте. Заместитель командира БПК «Сторожевой» капитан 3-го ранга «Саблен» с группой матросов силой захватил корабль и направил его из Риги в Швецию. Для предотвращения угона в море вышли боевые корабли, а в небо поднялись морская и фронтовая авиации. В условиях плохой видимости один из разведчиков ЯК-28 по ошибке нанес бомбовый удар по советскому сухогрузу, едва не потопив его. Второй самолет обнаружил «Сторожевой» и бомбами повредил ему корму. Но корабль продолжал держать курс на Швецию. До ее территориальных вод ему оставалось всего 2,5 часа хода. Совершенно секретно. Срочно. 9 ноября 1975 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В 10 часов 30 минут истребитель-бомбардировщик Су-24 ВВС Прибалтийского военного округа настиг ВПК «Сторожевой» и пушечным огнем повредил ему руль и винты. Через 5 минут корабль застопорил ход, и на него высадился морской пограничный наряд. «Сторожевой» направлен в Ригу. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Гречко. В 80-х годах настоящий боевой опыт фронтовые Су-24 получили уже в горах Афганистана. Используя большую дальность, ну относительно большую дальность самолета, которые позволяли ему с нашей территории летать на другую сторону Афганистана. Весной 84-го 40-я армия нанесла серию мощных ударов по формированиям лидера оппозиции Ахмад Шаха Масуда в долине реки Панша. На острие наступления находились разведчики капитана Владимира Найдина. Неожиданно Путин преградил кинжальный огонь крупнокалиберных пулеметов, установленных на горных вершинах. Достать их смогли только бомбардировщики Су-24 с управляемыми ракетами. Взошла пара Су-24, которые уничтожили данную огневую точку. Там был уничтожен расчет около шести человек ДШК, издельно-борная установка калибра 14,5. Совместно с дальними бомбардировщиками Ту-16 в первой паншерской операции 24-ки уничтожили более половины маджахедов из трехтысячной банды. Именно в Афганистане состоялся дебют и новейшей лазерной ракеты «Воздух-Земля» Ха-25. Она отличается большой точностью и не подвержена воздействию радиопомеху. Применение маджахедами переносных зенитных ракетных комплексов заставило советское командование применять Су-24 с высот от 5000 метров в качестве бомбардировщиков. Однако ввиду отсутствия у противника бронетехники и крупных целей, широкого применения эти самолеты в Афганистане не нашли. Более подходящим для этой войны оказался новый штурмовик Су-25. За свою защищенность и мощное вооружение в войсках его прозвали «летающим танком». В январе 1985-го Евгений Фельснер ушел на пенсию. Главным конструктором самолета Су-24 был назначен его заместитель Леонид Логвин. Под влиянием опыта войны в Афганистане началось оснащение машины современным высокоточным оружием. Телевизионная ракета 59-я, телевизионная, которая позволяет, ну, как говорят, в окно что ли попасть, сейчас американцы так вроде говорят, то есть я вижу на экране ту картинку, которую видит ракета. Я вижу на экране самолеты и могу управлять этой ракетой. После принятия на вооружение модернизированный самолет Су-24М в 1985 году прошел войсковые испытания. На нем была установлена лазерно-телевизионная прицельная станция «Кайра». С ее помощью можно осуществлять пуск управляемых ракет и корректируемых бомб, оснащенных полуактивными лазерными головками самонаведения. Например, подобная полуторатонная бомба способна пробить последовательно 10-20 метров грунта и двухметровое перекрытие из железобетона. Шансы этого самолета в бою существенно повысили. Теплопеленгатор предупреждения о пуске ракет противником и станции помех. Скорострельность пушки была доведена до 10 тысяч выстрелов в минуту, что на 4 тысячи больше, чем у американского вулкана. Боевой радиус действия Су-24М увеличился почти в полтора раза, до 1300 километров, за счет установки на нем системы дозаправки в воздухе. «Двадцатьчетверка» стала самым надежным и основным ударным фронтовым самолетом не только в ВВС, но и в авиации военно-морского флота. Прошло более 30 лет с момента его создания. Он сегодня является одним из лучших фронтовых бомбардировщиков по своим возможностям, как по управляемому и неуправляемому оружию. Он практически у нас сегодня применяет все оружие, которое есть, управляемое и неуправляемое, в любых условиях, днем и ночью, в любую погоду. Проверку боя модернизированные машины прошли в обеих чеченских компаниях. Применять Су-24 пришлось в тех самых горах, где некогда проходили испытания этих самолетов. Особенно незаменимыми «двадцатьчетверки» оказывались в случаях, когда действия федеральных войск сковывал туман, и колонны, застывавшие на дорогах, превращались в мишени для боевиков. В такие дни штурмовики и вертолеты огневой поддержки подняться с аэродромов просто не могли. И тогда в бой вступали только Су-24. Получая цели указания от разведки и авианаводчиков, «двадцатьчетверки» наносили точные ракетно-бомбовые удары по бандформированию. Их действия напоминали прицельные выстрелы охотников и становились для противника настоящим адом. По рассказам товарищей, которые находились с авиационными наводчиками, которые выполняли там задачи, пехотинцы, десантники, то говорят, что, конечно, нам, говорит, страшно, когда летают самолеты, потому что кто его знает, как оно будет. Ну и когда пролетают самолеты, единственный звук, и через несколько секунд происходят взрывы. Это, конечно, страшно для любого человека. Боевой опыт показал, что фронтовой бомбардировщик должен обладать маневренностью истребителя и живучестью штурмовика. Поэтому в КБ Сухого в 87-м году были начали работы по созданию машины нового поколения, названной Су-32. Ее главным конструктором стал Ролан Мартиросов. Революционные технические аспекты это все было внесено генеральным конструктором Михаилом Петровичем Симоновым. Мы спроектировали боевой образец. Но чтобы ускорить отработку аэродинамики, устойчивости управляемости, мы как раз на серийном самолете Су-27УБ заменили головную часть и мото-гондолы. Экономический кризис 90-х затормозил конструкторские работы. Через несколько лет, когда стабилизировалось финансирование, выяснилось, что многие решения по новому самолету оказались вчерашним днем. Су-32 понадобилось новое бортовое оборудование и вооружение, отвечающее требованиям 21 века. И такая задача конструкторским бюро Сухого была выполнена. Экипаж может одновременно, работая по наземным целям, отражать атаки противника, имея сопровождение до 10 целей, работая одновременно по 4 целям. При этом сопровождая 4 цели по земле. То есть это, в принципе, на сегодняшний день не может делать ни одна машина такого класса. КБ Сухого оказалось единственным в мире, сумевшим создать симбиоз, казалось бы, несовместимого. Объединить в одном самолете скоростной истребитель и неуязвимый бомбардировщик. Су-32 стал многофункциональным ударным авиационным комплексом с высокоточным оружием. Новый истребитель-бомбардировщик обладает высочайшим искусственным интеллектом. Открытая архитектура бортового радиоэлектронного оборудования позволяет ему применять любые из существующих, а их более ста, или даже перспективные авиационные средства поражения. На 12 точек подвески он способен брать 34 250-килограммовых авиабомб или 12 управляемых ракет. Опытный самолет Су-32 был впервые показан за рубежом на престижном международном авиасалоне, где произвел подлинный фурор. За характерный утиный профиль кабины иностранцы окрестили его дядюшкой Скруджем по имени культового героя мультфильма «Утиные истории». 23 марта 2006 года Минобороны России объявило о завершении государственных испытаний нового модернизированного самолета Су-24. Через 4 года на смену этому массовому фронтовому бомбардировщику придет перспективный Су-32. Только доброе чувство, любви, симпатии к этим машинам, на которых я уже много лет работаю. То есть они от модификации к модификации приобретают новые качества. Январь 2006 года. США. Руководство американских ВВС разработало несколько программ модернизации стратегических бомбардировщиков Б-52. За три года их оснастят новой авионикой, которая позволит летать устаревшим машинам на небольшой высоте, а также боевыми системами для применения неядерного высокоточного оружия. Перехватчики Том-Кэт и бомбардировщики-интрудер на авианосцах заменят модернизированные машины Хорнет. Создание нового палубного ударного самолета АФ-X по финансовым соображениям было прекращено еще 13 лет назад. В итоге новый российский истребитель-бомбардировщик Су-32 в своем классе оказался вне конкуренции в авиационном мире. Мы просто строили тот самолет, который был заказан нам Министерством обороны, который должен был прийти и придет в скором времени на смену самолетам Су-24. Который сегодня активно эксплуатируется в наших стрельбах частях, в других частях практически по всему миру. В перспективных планах компании «Сухой» создание боевого самолета пятого поколения. В его компоновке учтен опыт применения композитных материалов и снижения заметности, отработанный в том числе на экспериментальном истребителе Су-47 «Берк». Но в отличие от него новая машина будет иметь традиционное крыло без переднего горизонтального оперения и мощное вооружение. Это существенно другой уровень информационного обеспечения летчика, который позволяет одновременно обозревать практически круговой диапазон и обеспечивать одновременное сопровождение существенно большего, чем сегодня. Количество целей, одновременный пуск по большому количеству целей, новый уровень системы радиоэлектронного противодействия. Россия входит в число всего нескольких стран мира, занимающихся созданием самолетов пятого поколения. В авиации, как и в любой другой отрасли науки и техники, нет предела совершенству. Есть лишь потолок самолета, но нет потолка развития. Впереди нас ждет новая эпоха. Эпоха полета сверхзвуковых, гиперзвуковых летательных аппаратов в атмосфере, тропосфере и космосе. Создание новейшего многофункционального самолета стало серьезным шагом отечественного авиапрома на пути к новым вершинам. Насколько сильна будет Россия в этой области, зависит от ее военно-промышленного комплекса. Потому что все победы в воздухе куются все-таки на земле. Редактор субтитров А.Семкин